В эфире телеканала Винная ТВ новости Ленинского городского округа. В студии Екатерина Коваленко. Здравствуйте! Вот главные темы выпуска. В Лопатинской школе выступили участники Всероссийского фестиваля творческих возможностей под названием «Бессрока давности». Кругом были лес и река. Так мы войну и выжили. Сотрудники госавтоинспекции проводят профилактические занятия на базе дошкольных учреждений. Подготовить ребенка к учебе, подготовить ребенка к новой жизни, объяснить ему безопасный маршрут от дома до образовательного учреждения. Приближается яблочный спас. Особенный праздник для города Сада Видное. В прохозах на виду висело яблоко в саду. Ну кому какое дело? Просто яблоко висело. Яркой финальной точкой Всероссийского фестиваля творческих возможностей «Бессрока давности» стало праздничное мероприятие, прошедшее в Лопатинской школе. Ученики и гости познакомились с некоторыми произведениями победителей фестиваля. Подробности у Максима Козлова. В начале ноября, выполняя приказ врагу оставить выжженную землю, были сожжены деревни Барки, Атиевка и Марухина. Я погрузил оставшееся имущество на сане и перевез семью в сторожку лесника. Кругом были лес и река. Так мы войной выжили. Трогательные рассказы, воспоминания, стихи и песни о Великой Отечественной войне на сцене, пронзительные картины в фойе, мастер-классы для ребят по темам поэзии, проза, живопись и музыка. Таким разнообразным получилось мероприятие, посвященное окончанию первого Всероссийского фестиваля творческих возможностей, в котором приняли участие более 2000 человек из 63 регионов России. У нас было очень простое, с одной стороны, требование, но с другой стороны, очень сложное, потому что мы хотели, чтобы люди, дети, взрослые представили свои личные истории. Те, которые им рассказывали бабушке, есть личные истории, семейные, на основе которых создавались произведения. То есть то, что человек прожил лично или его заделал. Проект без срока давности нацелен на сохранение исторической памяти о годах Великой Отечественной войны. Не случайно именно учеников Лопатинской школы решили познакомить с произведениями победителями фестиваля творческих возможностей и провести для них мастер-классы. Это своеобразное поощрение для ребят из гагаринского отряда, работающего в школе, которые неравнодушны к судьбе своей страны. В интернете есть информация о нашей акции, которую запустили юные гагаринцы осенью этого года, письма детям Донбасса. Вот выставка перед вами. Это напрямую связано с темой «Бессрока давности», когда ребята, гагаринцы и все школьники писали письма именно детям Мариуполя. Организаторы фестиваля «Бессрока давности» надеются наладить прочные связи со школой и гагаринским отрядом. Они уверены, что в следующем году юные жители Ленинского округа также станут активными участниками уже второго всероссийского творческого состязания. В нашей стране, к счастью, кто бы что ни говорил, во-первых, огромное количество очень талантливых, гениальных, не побоюсь этого слова, детей, и при том и писателей, и поэтов, и художников, не говоря уже и исполнителей, и даже актеров, любят и дружат, и хотят быть, быть они казаться. Между организаторами фестиваля «Бессрока давности» и руководством школы уже достигнуты договоренности, что различные творческие мероприятия будут проходить здесь на постоянной основе. Максим Козлов, Александр Логинов, Ольга Садовская. Видное ТВ. Воспитанники клуба «Дорога в жизнь» выступили с концертом в Подольском реабилитационном центре Ясинки, где после ранений восстанавливаются участники СВО. В зале присутствовали и другие отдыхающие центры. Зрители тепло принимали особенных артистов и подпевали им. Репертуар состоял из патриотических песен и известных танцевальных хитов. «Я с тобою на все взгляд, это будет вечно жить. Между нами теперь города, мы друг другу не принадлежим. Я с тобою на все взгляд». По окончании концерта участников клуба «Дорога в жизнь» отблагодарили подарками, а руководство центра Ясинки пригласило артистов к дальнейшему сотрудничеству. Безопасность маленьких пассажиров в Ленинском округе. Продолжаются тематические занятия с детьми, которые сейчас посещают летние лагеря дневного пребывания. Проводят такие мероприятия сотрудники госавтоинспекции и воспитатели. В непринужденной игровой форме ребятам из лагеря на базе детского сада «Лесная сказка» рассказали, как правильно и безопасно переходить дорогу. Попросили всегда слушаться родителей, держать их крепко за руку, никогда не отвлекать взрослых при движении в автомобиле и не забывать про детское кресло. «Если с мамой или с папой вы поедете все вместе, не забудь, что ты, ребенок, должен ехать в детском кресле». Самые маленькие и самые уязвимые пешеходы и пассажиры весело и азартно играли в викторины, разгадывали тематические кроссворды, разыгрывали сценки. Дети показали отличное знание правил дорожного движения. «В каких местах вы переходите дорогу?» «На пешеходном переходе или на светофоре». «На какой свет?» «На зеленый». Впереди школьная пора, детей на дорогах станет значительно больше, поэтому крайне осторожными следует быть всем участникам дорожного движения. «Хотелось бы, наверное, обратить внимание родителей на то, что так называемый маршрут «Дом-школа-дом» называется. Подготовить ребенка к учебе, подготовить ребенка к новой жизни, объяснить ему безопасный маршрут от дома до образовательного учреждения». Профилактические мероприятия, направленные на детскую безопасность, будут продолжены. Лето – прекрасное время для физической активности. Можно заниматься на свежем воздухе. О том, насколько важен здоровый образ жизни, мы поговорим с нашим сегодняшним гостем. Это Рамил Шахвеледов, исполняющий обязанности заведующего детской поликлиникой города Видное. Рамил, здравствуйте. Здравствуйте. Здоровый образ жизни сложно себе представить без спорта, без физической активности. Ваше мнение как врача, почему не стоит пренебрегать, ни в коем случае не пренебрегать физкультурой? Что хочу сказать, физическая активность является неотъемным элементом сохранения здоровья человека в любом возрасте, не только в детском, но и во взрослом. Сохранение и укрепление здоровья человека способствует высокая физическая нагрузка и умеренная двигательная активность. Исследования показывают, что у детей, в том числе у детей, занимающихся спортом, физическое развитие происходит более гармонично. У таких детей выше жизненный объем, емкость легких и выше мышечная сила. Гиподинамия в настоящее время является огромной проблемой для нас всех. Это лифты, машины, прочие какие-либо приспособления, гаджеты, сидячая работа, работа за компьютером. Все это приводит к снижению здоровья человека. Тем не менее, гаджеты, например, считают наши шаги. Сейчас есть такая цифра 10 тысяч шагов. Как вы считаете, это действительно достаточный объем каждодневный или больше или меньше цифры должна быть? Я считаю, что к такой цифре мы должны подходить постепенно. То есть, начиная с каких-то минимальных количеств шагов и постепенно увеличивая до 10-15. Наиболее подготовленные люди могут и до 15 километров, в принципе, пройти. Оптимальным видом спорта являются пешие прогулки, также плавание, бег трусцой. Хочу отметить, что бег трусцой принесет пользу в том случае, если вы будете бежать в равномерном ритме. Большую пользу приносит езда на велосипеде, лыжи. Это вид спорта, которым может заниматься каждый из нас. Если мы не занимаемся физической активностью в достаточном количестве, последствия гиподинамии могут быть атрофические изменения в мышцах, изменения в костной системе, нарушение обмена веществ, головокружение, бессонница и так далее. И низкая двигательная активность может привести к хроническим заболеваниям, в том числе и сердечно-сосудистой системы, и опорно-двигательным аппаратам. А сколько времени вы рекомендуете заниматься? Это лучше делать каждый день, несколько раз в неделю? Каждый день заниматься нет необходимости. Два-три дня в неделю можно уделять, если говорить о детях, то с 15-20 минут, и постепенно увеличивая до двух часов в день. Тем не менее, все-таки какой-то норматив дневной есть, хотя бы 15 минут. Как вариант, просто прогуляться по улице на свежем воздухе. А сейчас, в летнее время, когда повышена инсоляция для маленьких детей, это выработка витамина D. Плюс витамин D. Например, те же шаги. В каком темпе вы рекомендуете ходить? Быстро ходить не стоит, потому что быстрая ходьба только для подготовленных лиц. Но все-таки не будем лукавить, большая часть нашего населения не подготовлены к таким нагрузкам. Поэтому ко всему нужно подходить равномерно. Те виды спорта, которые вы перечисляли недавно, это все-таки кардионагрузка. Как вы относитесь к силовой нагрузке? К силовой нагрузке должны заниматься подготовленные люди. Кардио может подойти всем, и взрослым. И начиная, если это умеренные какие-то нагрузки детям более младшего возраста, то силовые нагрузки, опять же, повторюсь, должны ими заниматься подготовленные люди. Что ж, каждый может найти себе занятие по душе. А я напомню, что у нас в гостях был Рамил Шахвеледов, исполняющий обязанности заведующего детской поликлиникой города Видное. Сотрудники телеканала «Видное ТВ» и газеты «Видновские вести» всегда готовы рассказать о том, что остается за кадром и скрыто от зрителей и читателей. А потому ученики образовательных учреждений округа у нас частые гости. В этот раз в «Видновскую дирекцию» и «Киносети» посетили ребята одного из летних детских лагерей. Экскурсию для них провел Максим Козлов. То, что находится на первом этаже, это у нас редакция газеты «Видновские вести». Внешне работу газетной редакции трудно назвать эффектной. Приехав с редакционных заданий, корреспонденты просто садятся за компьютеры. Дизайнеры занимаются версткой. Мы выбираем, какие нам фотографии поставить сюда, к статьям, которые корреспонденты написали. Какая статья на какой полосе будет стоять, на страничке на первой, на второй, на третьей по важности. Казалось бы, ничего особенного, но и здесь можно столкнуться с настоящим чудом. Увидеть газету, которая выйдет только завтра. Ее еще никто не видел, кроме вас. Представляете, вы первые. Да. Вы первые. Она только завтра выйдет в печать, да. То есть вот так вот собирают, видите, делают дизайн, большие заголовки, фотографии, текст вставляют. И вот таким образом формируется газета. На втором этаже, где располагается телекомпания «Видное ТВ», куда интереснее. Можно оказаться в телевизоре, попробовав себя в качестве ведущего. И даже разрешают сделать фотографию на память. Вот так включается свет. То есть, видите, чтобы картинка была большой, красивой, насыщенной. Соответственно, стоят камеры. Можно увидеть и место, где работают инженер, выпускающий редактор и режиссер. Все это напоминает панель управления космическим кораблем. Записывают все, что происходит в студии и выдают, допустим, прямо в прямой эфир, например. Или, наоборот, записывают на специальные носители, и потом это уже редактируется, что-то режется и отправляется, опять же, в эфир. Не менее интересна работа монтажера, который из разрозненных кадров собирает законченный фильм или сюжет для новостей. Здесь можно попробовать записать свой голос в дикторской будке и тут же увидеть результат. Привет, как дела? О, здорово! Привет, как дела? Рассказали ребятам и про работу корреспондентов, показали архивные фотографии и награды, которые работники телеканала получали на различных конкурсах и фестивалях. Ну что ж, ребята, вот, собственно, на этом наша экскурсия подошла к концу. Скажите, вам понравилось? Да! Это прекрасно! Максим Козлов, Кирилл Ланов, Ольга Садовская. Видное ТВ. Город Сад готовится встретить Яблочный Спас. Накануне в историко-культурном центре прошло мероприятие, участники которого вспоминали годы становления Видного, где ключевым было усаживать яблони. Подробнее в репортаже Юлии Погосьян. Попав в Видное совсем юной девушкой, Людмила Якуничева сразу влюбилась в город-сад. Ее до сих пор впечатляют эти яблоневые улицы, которые в свое время вдохновили женщину на создание собственного рецепта фруктового пирога. Печет его для родных и друзей. Доброй традицией стал этот пирог. Мы очень любим пироги Людмила Александровна. Она их печет не только в урожай, но и в другие дни тоже. И зимой. И зимой, и летом радует нас яблочными пирогами. В семье у нас яблочный пирог идет издревле от бабушки. И я пеку. И передала рецепт пирога своим детям. Сегодня своим фирменным яблочным пирогом Людмила Якуничева угощала бывших коллег из историко-культурного центра, которому пенсионерка отдала 18 лет жизни. Сотрудники учреждения считают блюдо символом города Видное. И накануне яблочного спаса собрались вместе на чаепитие. Слушайте, ну красота. Неизвестно, каким бы был Видное, если бы не вклад Тимофея Лемешко, который стал главным озеленителем территории. Есть интересный исторический факт, что Тимофей Игнатьевич ходил конкретно по дворам, вот в частности на Заводской улице, и спрашивал людей, что бы они хотели посадить. Кто-то просил сливу, кто-то просил еще. В основном просили яблони. Почему? Потому что, ну, это было уже такое сложное достаточно время. И людям, видимо, хотелось действительно какого-то праздника. Яблоки – это всегда праздник. В честь этого вкусного праздника воспитанники детского сада «Лесная сказка» прочитали стих Генриха Сабгира «Яблоко». У прохозок на виду висело яблоко в саду. Ну, кому какое дело, просто яблоко висело. Только конь сказал, что низко, а мышонок высоко. Лавобей сказал, что близко, а улитка далеко. А черенок, а сжабодин, тело, что яблоко мало, а сапленок, тело, что очень приколь и тяжело. А котенку все равно кислое, затем оно, чтобы шептить червячок, сладкий у него бочок. Яблочный спас россияне отметят в субботу 19 августа. В «Видном» широкие гуляния пройдут в Центральном парке. Мероприятие стартует в 15.00. Гвоздь программы – фестиваль «Конкурс пирогов». Юлия Погосян, Тамара Абидова, Александр Логинов, Ольга Садовская. «ВиднетВ». Это все новости на сегодня. С вами была Екатерина Коваленко. До новых встреч.